Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Трагедия над заповедником Утриш. Вчера вечером выполнявший коммерческий рейс-вертолет врезался в гору «Медведь». Подробности происшествия. Помоги собраться в школу. Каждый может присоединиться к краевой благотворительной акции помощи многодетным и социально необеспеченным семьям. Помним, гордимся. Наша телекомпания начинает цикл материалов к дню освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Исполняющий обязанности главы Анапы провел общегородское планерное совещание. От заместителей Юрия Поляков требует конкретного планирования. Есть проблема – давайте предложение. Как ее решить? Тема сегодняшней планерки – генеральная уборка перед завершением сезона, пресечение несанкционированного предоставления услуг на пляжах и определенное бездействие руководителей ресурсоснабжающих предприятий в наведении порядка на курорте. Одной из первых прозвучала тема – отсутствие военкомата в Анапе. Курорт готовится к осенней призывной кампании, и она вновь будет осложнена поездками в Темрюкский район. Вопрос Юрия Полякова. Какова перспектива восстановления работы военкомата в нашем муниципалитете? Сергей Алексеевич, значит, давайте так. Вы мне готовьте информацию. Я думаю, что мы это делаем для жителей города-курорта Анапы. У нас жителей, наверное, больше, чем в Темрюкском районе, что-то я так думаю. Поэтому еще раз хочу заострить внимание. Мне информацию давайте, когда отменили Министерство обороны, к кому мы можем обратиться, с кем мы можем разговаривать, через Краево инкомат, все. Мне, пожалуйста, информацию дайте, давайте займемся. Высказался Юрий Поляков по вопросу санитарного состояния города-курорта. По его мнению, усилий, которые сейчас прилагают коммунальщики для наведения чистоты, недостаточно. В центральной части вымыть плитку, убрать сурную растительность и сделать общее благоустройство после сезона и влияния многочисленных гостей. В микрорайонах и на проспекте наладить регулярную очистку. Желана Анатольевна, ну, еще раз хочу заострить внимание ваше. Чистота в городе. Пионерский проспект у нас, кто там отвечает на Пионерский проспект? Мопаку, вы на контроль берете. Листья валяются, где-то убирают, где-то не убирают. Это касается всего города. Ну, давайте ж немножко зачистимся. Услышали меня? Участие в планерном совещании руководителей городских предприятий дает возможность привлечь внимание всей общественности к проблемам Анапы. На сегодняшнем совещании эта тема – несанкционированная торговля. И претензия звучит в адрес представителей НЕСКО. Незаконные присоединения к городским сетям – это их зона ответственности. Мы даем вам письмо, в котором мы четко указываем. Вот такие-то, такие-то точки. Просим вашего разрешения присоединить с вашего разрешения. А у вас не санкционированных, а присоединенных сколько? Куда вы смотреть будете? А потом вы нам рассказываете о потреблении такое, мы не знаем. Вот у вас тут еще доклад, у меня масса вопросов к вам. Вы должны весь город за два дня пройти и зачистить. И у вас есть письмо. Там, где можно, там, где нельзя, вы все должны отрезать. Просто категорически отрезать. От начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрия Ерохина Поляков потребовал дать ему конкретику. Сколько незаконных некапитальных строений уже демонтировано с пляжей и что еще предстоит сделать. Ежедневных отчетов исполняющий обязанности главы Анапа ждет и от муниципального контроля. Работу этой службы Юрий Поляков контролирует лично. По поручению администрации города-курорта, центры занятости, налоговые инспекции, а также управление торговли проводят ежедневный мониторинг гостиницы-кафе. Выявляют факты неформальной занятости, отсутствие с работниками трудовых договоров и незаконное использование труда несовершеннолетних. На днях в центр поступила жалоба от бывшей сотрудницы гостиницы по улице Терская. На обращение своевременно отреагировали и организовали проверку. По словам женщины, с ней не был заключен трудовой договор, хотя она проработала здесь два месяца. У предпринимателя своя версия событий. По его словам, работница не прошла даже испытательный срок. На месте проверили все документы. Других нарушений выявлено не было. Инспекторы ограничились простыми рекомендациями. В законодательстве не прописан пункт об устной договоренности. Трудовые отношения обязательно должны быть прописаны в договоре. Напоминаем еще раз о том, что если с гражданами не заключаются трудовые договоры, нужно приходить сразу. Если в течение трех дней трудовой договор не был подписан, значит нужно прийти в центр занятости, улица Калинина, 12А, написать заявление, и мы будем разбирать этот вопрос сразу уже по факту совершения, а не после того, когда нужно доказывать, что действительно трудовые отношения были и не были зарегистрированы. Кроме того, также напоминаем работодателям, что если вдруг они не знают, как заключить трудовой договор, какие прописаны должны быть там пункты, работодатель может прийти к нам, у нас есть типовой договор, мы поможем, расскажем и все покажем. Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета в районе поселка Малый Утриш. В кабине был только пилот. Анапские спасатели среагировали на сообщения очевидцев. С огнем удалось справиться только к утру. Так сегодня выглядит место падения вертолета. Сообщения от очевидцев начали поступать накануне в районе половины десятого вечера. Но только после полуночи командам со специальным оборудованием удалось добраться до очага возгорания. Машина врезалась в гору Медведь. Это территория заповедника Утриш, причем одна из наиболее труднодоступных точек. Это гора со склонами, превышающей 300 метров. Туда техника и пожарные рукава, естественно, зайти не могли. Работали пожарные, как это, лесничество и заповедника с ранцами. Сами понимаете, что в ночное время и в лесу это было провести очень сложно. Вместе с тем в 7 часов 12 минут полностью все очаги пожара были ликвидированы. Следственный комитет на транспорте начал проверку. По данным ведомства, на борту находился только пилот, 53-летний житель Волгограда. Полет был коммерческим. Вертолет двигался по маршруту Анапа-Абрау-Дюрсо. В настоящий момент проводятся все проверочные мероприятия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В заповеднике пока подсчитывают ущерб. При этом возгорание называют сравнительно небольшим. Между тем, согласно статье 17 Воздушного кодекса, летать над заповедниками на высотах ниже 2000 метров без согласования с руководством охраняемой природной территории запрещается, кроме особых случаев. Однако параметры полета, как и причины аварии, станут известны в ходе официального расследования. Наша телекомпания начинает цикл сюжетов ко дню освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков 21 сентября. Тогда противника в буквальном смысле сбросили в море, наступая со стороны Новороссийской, Джимите, и перекрыв пути отхода десантом в районе станицы Благовещенской. Линия обороны врага проходила в том числе через станицу Анапскую. Правдук основателя местного музея, который приехал погостить, за лето воссоздал фрагмент одного из реальных боев. Застывшее мгновение. Немецкий средний танк пробит снарядом, выпущенным из самоходки. Взрыв в моторном отсеке. На помощь передовой пехоте, которая удерживала мост, подоспела 5-я гвардейская танковая армия. Фрагмент почти недельного сражения воссоздал Максим Мелешкин. Он из семьи военных, живет в Ханты-Мансийске. Приехал на лето к бабушке и дедушке, руководителю местного музея. Задача наглядно показать и пробудить больше внимания детей к данному событию. Поскольку год я здесь проработал и вижу, что детям интересно. Я считаю, что это будет довольно-таки наглядно. Можно выйти и спросить, и это пробудет их интерес к дальнейшему изучению истории. Максим увлекся моделированием, ходит в кружок. Работу начал еще дома. Привез два уже собранных танка, остальное доделывал здесь. На это ушло около двух с половиной месяцев. Место реальное. Рельеф сделан из пенопласта, покрытого текстурными красками по специальной технологии. Немецкую технику подбирал примерно, исходя из периода осени 43-го года. Советские машины по воспоминаниям офицера 414-й грузинской дивизии. Каждая фигурка собрана и раскрашена вручную. Пока расставляешь, видишь бой глазами каждого из них. Насколько все это было сложно и страшно, когда вокруг взрывы, выстрелы. Если снять время с паузы, то наши войска, дождавшись подкрепления, отбили контратаку немецких войск и перешли через мост. Работу школьника оценили в Совете ветеранов станицы. У нас есть наследники, именно. То есть наследники, праправнуки, участников Великой Отечественной войны и далее, значит, товарищей. Я лично оцениваю. Это просто молодец. Теперь работа Максима будет находиться здесь на постоянной основе, как дополнение к настоящему оружию, найденному в окрестностях станицы. Ее освободили вместе с Анапой 21 сентября 1943 года. В это время жители Анапской еще воевали на фронтах Великой Отечественной. Из 700 солдат и офицеров домой не вернулся каждый третий. В Анапе стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она проходит по всему Краснодарскому краю уже несколько лет. Инициатором стал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Специалисты Анапского комплексного центра социального обслуживания населения обращаются к торговым предприятиям и частным предпринимателям, а также принимают пожертвования от жителей. Перед Новым учебным годом в приоритете концтовары, школьная форма, обувь и рюкзаки. Их выставляют на бесплатной ярмарке для многодетных и малоимущих семей. Вот это вот для девочек, вот это вот все для мальчиков. Посмотрите, тут есть костюмы школьные, белые рубашечки, все. Наталья Олеговна – многодетная мама. У нее шесть сыновей. Один из них уже вырос и обзавелся своей семьей. Остальные ходят в школу. По словам Натальи, подготовка к учебному году – не всегда только приятные хлопоты. Каждому нужно купить школьную форму, канцелярию, обновить рюкзаки. За год становится маленькой обувь. На все попросту не хватает средств. На акции Наталья побывала впервые. Узнала о ней от работников центра. Они заранее оповестили ее по телефону. Сейчас очень тяжело собрать детей в школу. Тем более, когда они все ученики. Это очень тяжело. Это огромнейшее спасибо. Ассортимент, конечно, очень. Я посмотрела хорошо. Форму купить детям очень тяжело. А сейчас у нас спросы такие в школе, что и форма, и все. Обувь, конечно. А мальчишки, они все занимаются у меня спортом. Баскетбол, гонгбол, кроссовки. Обувь у нас летит. Это вообще караул. После второго, как говорится, младшему уже не останется. Это очень хорошо, конечно, что все это есть. Мне понравилась кофта. Во-первых, сейчас будет осень. Ходить уже в школу будет в кофте нормальной. Мне понравилось в этой акции, в ярмарке, то, что тут вещи хорошие, с этикетками. Они не лишние. Они всегда пригодятся. И для младшего брата, и для меня, и для старшего. Так что это очень даже хорошо. И вот в этом мне и понравилось. За четыре года акция стала традиционной. Неравнодушные люди приносят самые разные вещи, начиная от ручек и заканчивая новыми школьными сумками. В Анапе 53 семьи состоят на учете, как требующие особого внимания государства. Центр социального обслуживания проводит мониторинг. Специалисты заранее узнают, какие вещи необходимы многодетным семьям. Подготовили и специальные наборы для первоклашек. Каждый год накануне сентября в семье, где есть дети, особенно первоклассники, школьники, возникает проблема. Детей надо подготовить к школе. Но не у каждого сегодня есть финансовая возможность сделать это достойно. Поэтому мы благодарны тем предпринимателям, тем жителям города Анапы, которые участвуют в этой акции. То есть они сюда приносят вещи, передают их нашим специалистам. А уже жители города приходят сюда и без всяких документов, без всякого ограничения берут именно тот набор вещей, канцелярских принадлежностей, который нужен их детям. И считаю, что это большая помощь. И просто хочу сделать вот такую оговорочку, что эта акция «Вторые руки», она действует не только накануне 1 сентября, она действует круглый год. Надо просто не стесняться приходить сюда. У них здесь очень добрые специалисты. Они всегда помогут и всегда вы сможете здесь найти то, чего сегодня кто-то не может приобрести. В этом году акция проводилась в двухэтажном здании по улице Советская, 134. Продлится она до 15 сентября. В будущем планируется открыть небольшую библиотеку для приема книг и учебников. Со временем смогут принимать и бытовую технику. В школах искусств и музыкальных школах Анапы пройдет дополнительный набор. В пятницу в учреждениях дополнительного образования ждут всех желающих пройти обучение по общеобразователям, общеразвивающим и предпрофессиональным программам. Набор будет идти до 25 августа, как на платной, так и на бесплатной основе. Список школ искусств, куда можно обратиться и перечень предлагаемых услуг вы можете найти на нашем сайте. Внимание! Экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 22 и 23 августа в районе Анапы над морем возможно возникновение смерчей. В связи со штормом и сильным донным течением купания на всех пляжах Анапы запрещено. Обращаясь к жителям и гостям города-курорта, Управление гражданской обороны защиты населения предупреждает. Не подвергайте неоправданному риску жизни и здоровья, усильте контроль за детьми, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28 и «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 23 августа в Анапе ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее, 19 выше ноля. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь. Начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.